Прежде всего, допинг как таковой и проблема допинга. Во-первых, в России никогда не создавалось, это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. Вот это первое, я хочу еще раз это сказать. Второе, у нас, так же, как в любой другой стране, проблемы с этим есть. Мы должны это признать, и, признавая это, делать все, чтобы не допустить никакого допинга. И в этой связи мы должны тесно сотрудничать с Международным Олимпийским комитетом, с ВАДой должны сотрудничать и с другими международными организациями. И мы будем это делать. Надеюсь, что те изменения, которые происходят, это дело не только в кадрах, а в системно-структурных изменениях. Они помогут нам решать все эти задачи. И, кроме всего прочего, Следственный комитет Российской Федерации, прокуратура, расследуют все, что связано с применением, использованием допинга. И, безусловно, доведут это все до логического завершения. Вот если говорить о тех, так называемых, информаторах, которые убежали за границу и сдают там все подряд, или что-то придумывают, может быть, уже. Хотел бы что сказать. Вот я уже не помню фамилию этого гражданина, который возглавлял у нас российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что он делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость. Я с трудом себе могу представить, что перемещая через государственную границу Канады или США вот эти запрещенные препараты, никогда никем не был замечен. Вы знаете, что многие из вас пересекают границу США и Канады. Очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал. Преводил это в свой бизнес личный. Заставлял людей, его братья, применять. А те, кто отказывался, скажем, как пловцы, он еще против них придумал какие-то санкции. Потом, когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, начал там все сливать, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни. На каком-то этапе создадут. Потом, как любого негодяя, бросят просто и все. Никому такие не нужны. Чего же он здесь не боролся? Вы понимаете? Но, поэтому меня это как бы наводит на определенные мысли, что его там кто-то и вел. Дождались определенного момента и сделали вброс этот. Но это не значит, что у нас этого нет. У нас это есть, и мы должны с этим бороться. Надо это признать и делать это. Прежде всего, думая о здоровье спортсменов. Но по поводу ВАДы, я не считаю себя вправе давать оценок деятельности ВАДы. Это должен сделать Международный Олимпийский комитет. Но совершенно точно, я уже говорил об этом, я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и ВАДы, она должна быть, а, прозрачной, понятной, проверяемой. И мы должны знать о результатах работы. То есть, что это значит? Это значит, что международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда и какими средствами, какие получены результаты и какие приняты меры для того, чтобы наказать виновных. Что сделано для того, чтобы предотвратить подобные проявления в будущем. Это что такое? Это что, какая-то оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это все в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто. Даже всегда все призывают к транспарентности. Вот в этой сфере транспарентность совершенно необходима. Мне трудно не согласиться с теми выдающимися спортсменами, которые в отношении, скажем, последних решений, связанных с переносом крупных соревнований, говорят о том, что не было известно, а если известно, почему сейчас вбрасывается. Вы знаете, безусловно, есть определенная политическая составляющая во всех этих делах. Надо очистить спорт, так же, как и культуру, от всякой политики. Потому что спорт и культура – это то, что должно объединять людей, а не разъединять их. Спасибо. Спасибо.